Новости будем снимать сегодня? Ладно, друзья, шутки шутками. Такая лёгкая разбитовочка для поднятия настроения никогда не бывает лишней, я так считаю. Так, как будто бы чего-то не хватает, да? Волшебных слов под названием 3, 2, 1 и погнали. Собственно, друзья, вот мы с вами блины дожили конец 2023 года. Казалось бы, этот год тянулся так долго, столько всего всякого было. В моей жизни так точно, как у вас происходило. Обязательно делитесь в комментариях, что было хорошего в этом году, чего ожидаете от следующего года и вообще рассказывайте, как у вас дела. Собственно, сегодня для вас покорный слуга готовит последний, заключительный в этом году новостной ролик. Сегодня, в принципе, подборочка, ну, неплохая, неплохая, патриотичная такая, потому что практически все новости будут связаны с нашей необъятной. Вот, за кадром у нас немножечко расслабляется и очень устал, судя по внешнему виду, Валерий. Валерий. Всем привет! Да, он жив, он жив, по-прежнему кашляет. Что хочу сказать? Значит, во-первых, в новом году, а ладно, давайте это расскажу в конце, там с вами немножко поговорим, я хочу тратить ваше драгоценное экранное время. Собственно, перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, обязательно чекните, задонатили ли вы нам на бусте или нет, а если нет, то закиньте хотя бы 100 рублей, так чисто нам будет приятно. Все, минутка попрошенничества закончилась. Что, готовим свои ушки, так сказать, на макушке, расслабляемся и внимаем моим новостям. А новости мы, знаете, пожалуй, сегодня будем снимать в немножко такой ламповой атмосфере, потому что, честно, надоело это все. Давай, Валерий, организуй нам выключение этого света, и мы начинаем. Класс! В ОРНЛ напечатали лопатку паротурбинного генератора. Собственно, сотрудники Окриджской национальной лаборатории, или ОРНЛ, напечатали 12-килограммовую лопатку паровой турбины. Проект был реализован совместно с компанией Siemens Technologies. Это американский филиал Siemens AG. Значит, лопатка у нас выращена по технологии экстрадугового наплавления металлической проволоки, или она еще называется WAAM. Собственно, традиционно такие детали изготавливали литьем или ковкой, однако производство по большей части переехало за рубеж. Поэтому они приняли решение их изготавливать с помощью аддитивных технологий. Более того, значит, сроки поставок крупногабаритных отливок, которые могут достигать 7-8 месяцев, являются достаточно большим временным промежутком, тогда как 3D-печатная заготовка, которая была выполнена, собственно, на принтере, заняла всего лишь 12 часов. Понятное дело, что тут еще не учитывается процесс постобработки, но в целом, я думаю, идею вы поняли, почему они перешли. Потому что это существенно быстрее, качественнее и, что самое главное, это дешевле. Что, желаем ребятам из Siemens Sports, желаем компании ОРНЛ также процветать. Молодцы, что применяют аддитивные технологии для решения своих проблем. В Нету Миссис разработали новое антибактериальное покрытие для имплантов. Значит, ученые из университета Миссис исследовали новое покрытие для имплантов, в том числе 3D-печатные, которые могут предотвращать развитие инфекций после операции. Как же так выходит? А именно за счет выделения активных форм кислорода под воздействием рентгеновского излучения. Значит, перед операцией поверхности импланта у нас покрывается специальная пленка, которая при рентгеновском облучении начинает производить активные формы кислорода, или АФК. Это молекулы, собственно, с высокой реактивностью, которые способны нарушать целостность оболочек бактерий и вызывать окислительный стресс. Собственно, таким образом у нас бактерии и помирают. Преимущественно данного подхода является то, что при возможном возникновении у пациента воспалительных процессов после имплантации достаточно будет всего лишь локально обработать место операции рентгеновским излучением, причем не самой такой прям уж высокой мощности. Подойдет даже самый обыкновенный дентальный рентгенаппарат, чтобы запустить процесс регенерации АФК. Что еще интересно по данной новости, это то, что данную процедуру можно выполнять многократно при необходимости. Таким образом, риск воспаления после внедрения имплантов в тело человека становится практически нулевым. В Швейцарии построили свободонесущий 3D-печатный мостик. Значит, производитель строительных материалов под названием «Холкин» возьмел демонстрационный мост под названием «Феникс». Он был полностью собран из 3D-печатных бетонных блоков. Собственно, эта свободонесущая конструкция была выполнена методом сухой сборки. Там отсутствует любая арматура. И сам мост спроектирован таким образом, что все элементы работают на сжатии. То есть, таким образом, мост в буквальном смысле может сам от себя набирать максимальную прочность. Собственно, такая технология позволила, помимо того, что значительно сэкономить на расходных материалах, а это была одна из самых главных задач, так еще и специальные экологические связующие были использованы при создании данного мостика. Собственно, отсутствует у нас опорная конструкция, экономия на арматуре. И, как итог, у нас очень сниженный углеродный след. И еще последнее, что хочется сказать, это то, что по материалам данный мост вышел экономичней на 40% по сравнению с обычными мостами. Значит, проект у нас был выполнен архитектурным бюро Zaha Hadid Architects и бюро 3D-печати под названием Incremental 3D. Молодцы! Погнали дальше. В Казани будут готовить многопрофильных специалистов для Ростеха в области авиастроения. Значит, на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России-2024» откроется производственный учебный центр, который будет оснащен современным промышленным оборудованием. Собственно, на базе предприятия будет реализована подготовка высококвалифицированных специалистов по обработке металлов, а также его резки. Также там будут учить, собственно, опытов с авиационной техникой, мехатроники, электроники и, разумеется, конечно же, аддитивным технологиям. В самом центре планируется проводить обучение 38 профессиям. В регионе будут готовить токарей, фрезеровщиков, электромонтажников, налазчиков, специалистов по станков, людей, которые будут заниматься программным обеспечением и также, которые будут работать с ЧПУ и различных других специалистов. Значит, что интересно, это то, что программы подготовки разработаны с учетом потребностей предприятия, а студенты будут включаться в процесс изготовления продукции непосредственно на оборудовании, аналогичном тому, что используется в серийном производстве. Таким образом, будут совмещать практические знания и теоретические. Собственно, треть учебного времени будущие студенты будут находиться за партами, а все остальное время в производственных цехах, где они будут работать с мастерами, педагогами, наставниками, ну и, в общем, в целом внедряться во все вот эти вот процессы. Таким образом, выпускники у нас уже будут готовы к решению абсолютно реальных задач, без какой-то долгой адаптации, переоборудования, и при этом учащиеся центры смогут освоить сразу несколько рабочих профессий и получить очень широкое образование. Звучит здорово? Да. Да. Росатом разработал 3D-принтеры для печати керамическими и полимерными композитами. Это значит, специалисты из АО НИИ Графит, это дочернее предприятие Росатома, запустили 3D-печать сложно профильных изделий из керамических и полимерных композиционных материалов для атомной энергетики на своих двух 3D-принтерах собственной конструкции. Собственно, оборудование у нас позволит заместить импортные запасные части, а также ускорить производство деталей для атомной, авиационной и добывающей промышленности. Разработка, кстати, их собственных принтеров началась в 2021 году. Опытные образцы были собраны в 2022, а уже в 2023 непосредственно устройства проходили испытания и тестирования. Значит, что известно по самим принтерам? Соответственно, первый это у нас керамический 3D-принтер, он совмещает в себе, по сути, две технологии печати, это FDM и SLA. Значит, установка у нас состоит из двух независимых модулей, параллельно выращивающие разные элементы. Собственно, такая компоновка у нас должна, по идее, повысить производительность, а также одновременно улучшить качество печати. А вот второй 3D-принтер, он у нас уже предназначен для производства высоконагруженных деталей на основе полимерных композиционных материалов. По всей видимости, это будет экструзионная печать с непосредственно армированием непрерывными волокнами. Аналогичная, кстати, разработка была представлена компанией Markford. Я вам рассказывал ранее, что на атомной подлодке такой стоит, если ты помнишь, ну, который там печатает с помощью стекловолокна и карбоновых нитей. Ну да, да, но есть еще анизопринт, например. Как? Анизопринт. Анизопринт? Да, это отечественные разработки. Там тоже непрерывное углеволокно подается. Фидосик. И сплавляется прям с, ну, типа, обычным филаментом, прутком. Прикольно. Я вообще только про такое не услышал. Молодцы. Ну, сори, я как бы знаю вот только вот про Markford, что у них есть такой 3D принтер. Он вот был сделан на такой же, как бы, как это назвать, технологии. Что примечательно, это то, что принтер, кстати, был построен на отечественной программно-аппаратной платформе. И он был оборудован термокамерой с двухэкструдерной головкой и автоматическим подъемным механизмом. Вот так. Так что мы имеем целое, прямо, отечественное, профессиональное оборудование, которое может печатать керамикой, так еще и наполненное волокном. Прикинь, Валер? Да. Да. Это интересно. Это интересно. Еще знаете, какие, друзья, кстати, принтеры-то неплохие? От компании 3DiW, конечно же. Что тут думать? Значит, переходим в магазинчик. Раз. Смотрим наш каталог. Два. Третье. Выбираем себе принтер, который вам наиболее подходит. Это такой принтер, может быть, значит, Rex, Stratex, Bizon или Prusa. В зависимости от того, как бы, что вам требуется. И в зависимости от сложности печати, которая вам потребуется в вашем конечном изделии. Добавляем его в корзину. Это 4. И 5. По промокоду YouTube получаем скидку в размере 10%. А также 4 катушки пластика абсолютно бесплатно. К этому прекрасному, мощному будущему. Принтеру. Собственно, переходите по ссылке в описании. Покупайте с удовольствием. И не забывайте про промокод. Компания Bambu Lab добавила шумоподавление в 3D принтеры линейки X1. Вау! Очень важная функция. Между прочим, важна. Алгоритмы снижения шума были впервые представлены бюджетом 3D принтера от компании Bambu Lab на версии A1 Mini. Собственно, он был выпущен в сентябре этого года. А теперь новинка. И, соответственно, последний апдейт перекочевал и во флагманскую линейку. Мы уже тестировали данную технологию. Да, мы, кстати, тестировали, во-первых, данную технологию, а во-вторых, мы снимали тест на 3D принтер A1. Поэтому он уже в очень прям обозримом, вот прям ближайшие дни. Возможно, раньше новостей выйдет. Кстати, да, возможно, даже раньше новостей выйдет. А если не выйдет, то обязательно зайдите в наш канал и посмотрите обзорчик. Потому что мы там с Валерой его просто тестировали как только могли. И пришли к крайне неоднозначным выводам по поводу данного 3D принтера. А теперь вернемся, значит, к новости. Собственно, обновленная прошивка заметно снижает шум работы шаговых двигателей. Шумы вентиляторов, подшипников и механизма. Очистки сопла остались, к сожалению, на прежнем уровне. Но в целом эффект положительный. И, как показало исследование, общий уровень шума принтера был снижен на целых внушительных, в кавычках, 5 дБ. Ну, лучше же, чем ничего. Ну, как бы прикольно звучит. Ну, 5 дБ. Ну, для человека, писавшего изначальную статью, наверное, это было ощутимо. Ну, наверное, да. Ну, 5 дБ, это, наверное... Хотя нет, нет. Нет, нет, это очень... Там же оно в геометрической прогрессии увеличивается в зависимости от количества. Соответственно, 5 дБ вот в том диапазоне, который у них указан. Ну, там будут иллюстрации, я их видел. Разница прям... Минимальная? Она будет заметна только если вот постоянно включать-выключать, грубо говоря. Ну, понял. Тогда она будет заметна. Как бы на практике сомнительная история. Ну, слушайте, 5,5, ладно. Ну, прикольно всё равно. Ну, молодцы, да. Как бы ничего не скажешь. Собственно, аналогичные изменения уже в скором времени планируют добавить в 3D-принтеры промежуточной версии под названием P1. Собственно, снижение шума шаговых двигателей имеет достаточно побочный положительный эффект. Это, собственно, снижение вибрации с вытекающим повышением качества в укладке самих стенок. Собственно, для применения шумоподавления требуется довольно-таки продолжительная калибровка, занимающая около 15 минут. Про это мы, кстати, тоже расскажем вам в обзоре. И помимо этого, обновленная прошивка дает улучшенный пользовательский интерфейс, более удобную структуру меню с настройками, а также повышенную скорость реагирования сенсорного дисплея. Кстати, еще из интересного добавили возможность кастомных филаментов при работе со слайсером Bamboo Studio в версии 1.8.1. Таким образом, Валера... Невероятное нововведение, наконец-то можно пользоваться филаментом. Таким образом, да, Валера немножечко поторопился с обзором, но, тем не менее, да, эта опция была крайне нам необходима в свое время. Нет, да, вообще-то мы ей пользовались без каких-либо проблем и печатали чем угодно вообще. Ну, вообще, да, но мы просто выдавали это под предлогом, что мы все печатаем ПЛА. Да не, 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 не совсем. Нет, я указывал изначально в слайсере, да, характеристики под разного рода TPU, которыми оно не печатает. Спойлер. Ну, ладно, некоторые не печатают. Короче, Валера устроился на полставки в Bamboo Lab. Мы все поняли. Нет, там, ну, просто изначально, получается, у них что, не было возможности печатать ничем, кроме филамента Bamboo и филаментом, там, типа, Ясан? Ну, получается, что так. И еще пара производителей. Ну, да. А сейчас ты можешь там вбивать, что хочешь. Вау, грандиозное нововведение. Они стараются, Валер. Декабрь 23-го года мы это заслужили. Ну, скажи вообще спасибо, что добавили. Могли вообще болт забить. Да, согласен. Сказали бы, да хрен с вами, печатать еще дают. Или печатать только Ясаном. Компания Intamsys возобновляет спонсорскую поддержку студенческой гоночной команды под названием Green Team. Да, есть такой TikTok House Dream Team. Вот, у нас еще есть, оказывается, в Германии Green Team. Несмешная шутка, поэтому давайте к новости. Значит, компания Intamsys объявила на ноябрьской выставке Formnext 2023 во Франкфурте на майне о возобновлении спонсорства гоночной команды штутгардского университета Green Team Uni-Stuttgart. Последние несколько лет компания активно использует технологии 3D-печати. Собственно, их текущая гоночная модель под названием, господи помилуй, целых E0711-Defis13 был полностью спроектирован силами команды Green Team. И включает в себя, конечно же, множество напечатанных на 3D-принтере деталей. Включая аккумуляторную группу, тормозную систему, корпус, а также электронику. Собственно, всего в болиде было выполнено более 200 3D-печатанных компонентов, что очень даже и нехило. Собственно, вот детальку, которую вы сейчас видите перед глазами, она называется R-Geo. Это одна из множества деталей, которая была выполнена на 3D-принтере. Собственно, данный компонент расположен в аккумуляторной группе в задней части автомобиля. На нем находятся кабели, реле, предохранители и платы управления световыми индикаторами, а также аккумулятор. Собственно, деталь была полностью разработана компанией Green Team. И при проектировании приоритет отдавался монтажу реле на печатной плате. Также пытались минимизировать количество кабелей, обеспечить компактность для размещения вентиляционного окна и создать барьер между высоковольтными и низковольтными компонентами. И вот таким вот образом компания Intamsys им очень помогла, предоставив свои 3D-принтеры, чтобы они могли воплощать всякую свою креативную дичь. Точнее, не по, а для снижения массы конечного автомобиля. Собственно, замечательная новость. Intamsys, кстати, вообще очень часто спонсирует такие вот всякие движухи спортивные, также очень поддерживает все вот эти студенческие организации. Кстати, мне кажется, было бы, наверное, правильно, может быть, чтобы компания 3DIY тоже взяла какой-нибудь проект под менторство. Конечно. Например, мой. Поэтому, Жень, гони бабки, чтобы вот такая вот карбоновая ложка, которая стоит здесь, я о ней расскажу чуточку позже, могла реализоваться. Друзья, если вы хотите, чтобы компания 3DIY меня поддерживала, обязательно пишите об этом в комментариях. Так, друзья, в канон нового года, что можно сделать в качестве подарка? Можно сделать самое разнообразное. А вот если хотите сделать подарок нам, то для нас самый ценный подарок будет, это, конечно же, подписка на наш телеграм-канал. Как он стелер? Ну, просто не могу. Значит, друзья, наш телеграмщик очень активно развивается. Там подписчики растут буквально как на дрожжах. Поэтому, если вы хотите стать частью нашего сообщества, где вы раз в неделю можете задавать всякие вопросики, комментировать наши посты, смотреть закадровую жизнь и все такое, если вам это интересно, то милости просим наш телеграм-канал, потому что сейчас в канун нового года там наверняка будут очень какие-нибудь вкусные, приятные акции. Поэтому, чтобы это все дело не пропустить, ссылочка будет прикреплена к видео в описании. Переходите, подписывайтесь и до встречи в нашем телеграм-канале. Курчатовский институт разработал материал для 3D-печати биодеградируемых костных имплантов. Значит, ученые из института высокомолекулярных соединений, которые входят в состав национального исследовательского центра Курчатовский институт, совместно с коллегами из научно-исследовательского института физиотерапии и физиоиммунологии и ряда других институтов разработали новый композиционный биоразлагаемый материал для лечения костных дефектов. Собственно, ученые опробировали новые материалы на животных, композиты показали высокую биосовместимость и эффективное восстановление собственной костной ткани на месте вживления импланта после его уже последующей деградации. Собственно, следующим этапом работы стало сравнение нового материала. Собственно, животным, страдающим костным туберкулезом, пересаживали аутотрансплантанты и композитные скафолды. В результате обеих группах отмечалось схожие процессы и одинаковая скорость восстановления костного дефекта. А вот уже следующий этап был клиническое исследование. По мнению ученых, разработанные композиционные каркасы вполне применимы в случаях, требующих значительных объемов костного материала. Таким образом, уже в самом ближайшем будущем, если все пройдет гладко, мы сможем иметь прекрасные импланты, которые будут растворяться в нашем теле, то есть до полного распада, а на месте имплантов будет образовываться абсолютно органичная и естественная человеческая костная ткань. Звучит как минимум классно. Ростех разработал 3D-печатный бионический коленный протез. Значит, Московское производственное объединение «Металист» и государственная корпорация Ростех разработали бионический модуль под названием «Комета» со встроенным микропроцессором для протезирования нижних конечностей. Что примечательно, значит, предсерийный образец задемонстрировался на 8-м национальном форме реабилитационной индустрии под названием «Надежда на технологии 2023». Значит, что по самому протезу. Встроенный в протез микропроцессор осуществляет сбор и обработку данных в режиме абсолютно реального времени, а нейросеть предсказывает ритм и рисунок ходьбы, что позволяет использовать протез в различных вариантах взаимодействия от спокойного шага до легкого бега. Сверхпрочный корпус самого протеза был изготовлен с помощью 3D-печати из отечественного алюма, магний, скандиевого сплава под названием RS-553 и защищает все электронные компоненты от деформаций и, соответственно, механических поломок. Более того, зарядка аккумулятора хватает на внушительные 10 дней непрерывной работы. В серийное производство данный протез будет запущен после завершающих испытаний уже в первом квартале следующего года. Так что скоро, друзья, люди, которым требуется такой высокотехнологичный протез, смогут им обзавестись. Звучит классно. Томские ученые создают гибкую электронику. Значит, ученые из исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ совместно с зарубежными коллегами разработали технологию обработки любых термопластичных полимеров для создания гибких электронных элементов. Значит, для повышения электропроводимости в полимеры с помощью лазерного излучения вводятся частицы восстановленного оксида графена. Для создания проводящих фотополимеров они использовали порядка 8 различных пластиков, включая полиэтиленофлат. Это в ПНИПУ происходит, да? Это в ПНИПУ то, что происходит? Да, в моем любимом. Обожаю ПНИПУ. Значит, для создания проводящих фотополимеров они использовали порядка 8 различных пластиков, и большинство из них используют для печати на 3D-принтере, поэтому появляется возможность создавать элементы гибкой электроники на устройствах даже сложной формы. Такая вот классная новость, которая позволяет уже ученым из нашей необъятной страны в самое ближайшее время печатать гибкие устройства с гибкой электроникой. Yes, sir. В Самарском университете разработали роборыбу. В научных... Наконец-то. Как же это, да, кринжово звучит? Просто трэш. Роборыба. Нет, звучит, знаешь, как какой-то фильм типа из 90-х. Джеймс Кэмерон в фильме роборыба. Что-то типа такого. Ладно, шутки шутками. Ну давайте, значит. В научно-образовательском центре робототехники и мехатроники Самарского университета имени Королева разработали новую роборыбу для подводных исследований. Значит, водонепроницаемый корпус дрона был изготовлен на 3D-принтере, а внутри размещены литиевые батареи, а также микроконтроллер, система технического зрения, приемопередатчик, накопитель данных, навигационный комплекс, а также датчики курса, глубины и углов наклона. Собственно, дрон с кодовым названием Окунь. Я как раз хотел спросить, какая рыба была взята за основу. Окунь. Отлично. Хотя можно в стиле ASMR. Окунь. Собственно, дрон с кодовым названием Окунь представляет собой рыбообразный подводный микроаппарат с нейтральной плавучестью. Его масса, кстати, друзья, составляет всего лишь 1,6 кг, а длина 85 см, что для Окуня достаточно приличный размер. Неплохой, неплохой. А вот хвостовая часть, кстати, корпуса гибкая, за счет полиуретановых позвоночников. Значит, прототипом стал позвоночник, кстати, щуки, а сокращение мышц имитируется с помощью серво-двигателя. Таким образом, роборыба может работать на глубине до 5 метров, перемещаясь с помощью своего хвостового плавника. Дрон оснащен, кстати, системой технического зрения, обладает, ну, скажем так, очень таким примитивником, но тем не менее искусственным интеллектом, самостоятельно может ориентироваться под водой, обходит препятствия и обнаруживает заданные предметы, там, либо что ему требуется. А какую скорость развивает данный Окунь? Скорость, к сожалению, вообще не ясна. Но подозреваю, что не очень большую. С настоящим Окунем я не думаю, что он справится, за счет того, что там сервоприводы. Но на что-то колоссальное рассчитывать точно не знаю. Не, ну там же типа вот он виляет хвостом, и может... Ну он же не быстро им виляет. Ну так. Ну да, но может... Короче, лодка быстрее, Валера. А лодка быстрее. Блин. Ну, сори. Имеем, что имеем. Так, разработанный в сам ГМУ эндопротез помог сохранить мобильность стопы пациенту с онкологией. А вот эта новость действительно классная, потому что в Казани прошла уже третья по счету в России операция, проведенная пациенту с онкологией. При помощи аддитивных технологий. Эндопротезом из титана пациенту заменили часть пораженной опухолью кости, и при этом стопа осталась подвижной, что на самом деле является очень интересным кейсом, и сейчас объясню почему. Сохранить вот функциональность они смогли за счет того, что запатентованная конструкция, которая была представлена специалистами сам ГМУ, специально была выполнена с учетом подобранных материалов. Потому что сделать протез, который еще будет мобильнее, это на самом деле задача очень проблематична, особенно в рамках протеза такого. Работа над созданием отечественного эндопротеза стала особенно актуальной после ухода, собственно, с российских рынков импортных аналогов, поэтому сейчас, как говорится, всем приходится осваивать все вот эти знания самостоятельно. Операция длилась, внимание, 2,5 часа, прошла в штатном режиме, абсолютно по запланированной схеме, короче, все красиво и четко, опухоль была удалена радикально, то есть там полное удаление со всеми вот этими неприятными вытекающими. На текущий момент пациент, кстати, чувствует себя хорошо, уже был выписан из больницы и сейчас находится под наблюдением врачей. В самое настоящее время пациент уже ходит, но, к сожалению, при помощи костылей с дозированной нагрузкой на свою прооперированную ногу. Но в самое ближайшее время, когда процесс заживления уже подойдет к концу, пациент сможет полноценно ходить и наступать на свою раненую ножку. Вот, друзья, как-то это было сегодня вот так. Значит, время давайте чуть-чуть расслабиться и поговорить. Значит, друзья, конец года. По сути, ровно год, как я с вами. Больше, больше. Ну, год и один месяц. Интервью с тобой когда уходим? Не, я имею в виду в плане новостей. Ну, окей, окей. Да, в плане новостей. Но все равно больше, на самом деле. Ну да, больше. Ну, значит, давайте так, подытожим. Что было интересного в этом году? В этом году мы сняли достаточно много разнопланового контента. Я как ударялся грязью в лицо, так и выплывал, так и снова нырял, так и снова выплывал. Вот. Количество подписчиков, кстати, у нас выросло очень существенно за этот год, за что вам огромная благодарочка. Я помню, когда я снимал первый выпуск новостей, у нас было порядка 8,5 тысяч. Сейчас у нас уже без 400 подписчиков 30-ка. Что, классно? Классно. Значит, по деньгам я не сильно прибавил, но это, полагаю, что заслуга Жеке. Жека, это не бабло. Значит, в самое ближайшее время, господа, а именно в 2024 году, вероятнее всего, вы увидите очередное мое новое интересное видео, посвященное вот этой вот штучке, которая стоит вот там. Вам, возможно, это не видно, но это полностью карбоновая деталь. Собственно, как обещал, так и сделал. А от Валерыча у нас что ожидается? Так, ну, печать на футболках из-за разного рода филаментов, гибких именно. Затем, значит, у нас с тобой два обзора. Ну, там больше меня, поэтому я их упоминаю. Также вообще еще много видео, но это уже, наверное, немножко позже будет. Ну ладно. Ну, короче, друзья, я это все к чему. Слишком огромный контент-план. Контент есть. Вот, контент будет интересный. Поэтому мы выражаем вам всю нашу благодарность за то, что вы с нами. Вот. Круто, мне кажется, мы провели совместно этот год. Я думаю, что следующий год нам тоже подарят очень много интересных, крутых проектов. Мы уже прорабатываем уникальный контент для Boosty. Ну, разумеется. Как же без этого? Поэтому, если вы желаете под конец года нам немножечко докинуть на подарок, то ссылочка на Boosty будет в описании. Даже 100 рублей позволит нам с Валерой купить хотя бы одну пару носков. Ну, вообще, с нынешними ценами. Одно на двоих пару носков. Одно на двоих. Я понедельник, среда, пятница, ты вторник, четверг, суббота. А по воскресеньям стираем. Когда, да, купишь стиральный порошок, чтобы постирать эту футболку, кстати. Скоро. В новом году уже. Уже, да, уже в новом году. Ладно, друзья, как бы шутки шутками. В общем, действительно, всем спасибо, что были с нами. В этом году желаем вам классно отметить Новый год. Надеюсь, что вы загадаете самые сокровенные классные желания, что они у вас в следующем году сбудутся. Ставьте перед собой хорошие достижимые цели, двигайтесь к ним. Вот. А по поводу там какого-то контента и движа, ну, вы знаете, как бы на какой канал нужно подписываться именно, собственно, на наш. До встречи тогда в следующем году. Что ж, с вами был Стефан, за кадром у нас Валерыч. Вот. И все. Пока-пока. Пока-пока.